Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хван. Я вас приветствую на канале Процветок. Не за горами следующий сезон выращивания растений в открытом грунте. Сорные растения являются, пожалуй, одной из самых серьезных головных болей на многих садовых участках. Голензога, мокрица, многие-многие злостные сорняки, осод, одуванчик, пырей. Этот список можно очень-очень долго продолжать. Все они портят нам жизнь, являются хозяевами различных болезней, вредителей, таким аккумулятором, из которого потом все эти болезни-вредители переходят и на культурные растения. А не говоря уже о том, что они затеняют, воруют у культурных растений удобрения, которые мы им предоставляем и так далее. Одним из наиболее эффективных и прогрессивных способов борьбы с сорной растительностью, особенно в массовом таком производстве продукции растеневодства, крупнотоварном производстве, являются, конечно же, гербициды. Гербициды бывают разными, они бывают селективными, то есть убивают определенные группы сорняков, только на определенные группы растений действуют, а бывают сплошного действия. Одним из наиболее распространенных препаратов сплошного действия является Роундап, Глифосат и многие-многие другие препараты на основе глифосатов. Это Торнадо. Вот у меня здесь имеется такой препарат, как Пилараунд Экстра. Это тоже препарат на основе глифосата. В последнее время очень много появилось информации относительно целесообразности использования данной группы гербицидов в сельском хозяйстве, ну и, разумеется, на приусадебных участках. Потому что буквально все, наименований очень много, а действующее вещество практически везде одно и то же. Вот это действующее вещество повсеместно разрешено для применения на приусадебных участках, ну просто частными лицами, такими, какими мы с вами являемся. Обыкновенные огородники и садоводы. В последнее время, как я уже сказал, появляется информация о том, что данная группа препаратов пагубно воздействует на здоровье человека. Что она вызывает различные заболевания, имеются судебные иски на эту тему, которые были выиграны и так далее, и так далее. Как к этому относиться? Является ли судебное решение признанием того, что данный препарат является токсичным или нет? Многие страны отказываются от применения этих препаратов в своем сельском хозяйстве, делают головную боль своим фермерам, потому что бороться с сорняками тогда будет достаточно сложно. Некоторые страны отказались от этих гербицидов, а потом снова к ним вернулись, потому что все-таки производство продуктов питания для обеспечения населения едой является более важным, чем какие-то единичные сообщения о том, что данные препараты вредят здоровью. Ну вообще глифосат, сама по себе молекула глифосата довольно просто устроена. Это аминокислота глицин, который мы кладем под язык, чтобы лучше засыпать и иметь лучшее настроение, а также используем его часто в будильнике для того, чтобы разбудить семена, потому что ценная аминокислота. И остатки фосфорной кислоты глифосат, глицин и фосфат. Данное вещество считается, что оно очень легко разлагается в почве, его подхватывают многие микроорганизмы и довольно быстро разлагают. Он не действует через корни, он действует только через листья. То есть попадая на листья, всасывается, нарушает синтез определенных аминокислот. Считается, что у человека и у гликопитающих, у животных, в принципе, у насекомых, у всех-всех-всех животных, тот путь, который нарушается глифосатом в синтезе аминокислот и белков, соответственно, он просто отсутствует. У нас все это работает иначе, чем у растений. Поэтому глифосат на нас не действует. Однако бутылочка препарата – это не только глифосат. Это еще и всевозможные загустители, консерванты, стабилизаторы, поверхностно-активные вещества, целый букет различных веществ, включая, например, такие токсичные, как этиленгликоль. Я, конечно, не возьмусь судить относительно влияния на здоровье или еще что-то. Это не моя тема. Но я вполне могу испытать препараты на основе глифосата в отношении тех целевых микроорганизмов, которые мы часто используем в своей практике в природном земледелии. Это и синая палочка, и грибы рода триходерма. И могу сделать такой вывод сам для себя и надеюсь, что он для вас будет авторитетным и ценным. Вот когда я высаживаю триходерму просто на чашечку Петри на обыкновенную среду, то она очень быстро и эффективно зарастает газончиком всю-всю поверхность. Если же я добавляю сюда глифосат в той конечной концентрации, которая рекомендуется по инструкции, то рост гриба триходермы очень сильно замедляется. Нельзя сказать, что он прекращается, но он настолько замедляется, что можно сказать, что он теряет свою эффективность при использовании. И честно вам скажу, я не хочу теперь вносить, хотя я пользовался, как и многие, пользовался этими препаратами. Мне очень нравилось дорожки обрабатывать, скажем, на альпийских горках, еще где-то, потому что глифосат, когда попадает в почву, он превращается в том числе в остаток фосфорной кислоты, подкисляет поверхность почвы и таким образом способствует зарастанию такими зеленоватыми изумрудными мхами. Это может быть довольно красиво и даже декоративно. Но наблюдая вот подобного рода эффекты глифосатов, ну я не могу сказать, что это сам глифосат так действует. Я не поручусь, что сам глифосат. Может, это этиленгликоль так действует, может, какие-то загустители, может поверхностно-активные вещества. Но поскольку я в своей практике огородной, садовой и цветоводческой очень широко использую гриб триходермы для борьбы с болезнями растений, и вот такой вот депрессивный, такой вот отрицательный эффект имеют эти препараты на эти важные для сельского хозяйства грибы, это для меня является абсолютной причиной для того, чтобы отказаться от этих препаратов. Как бороться с сорняками без гербицидов? Ну, прополка. И, конечно, самое наше главное оружие – это мульчирование. Мульчирование, мульчирование, мульчирование. Оно не позволяет прорастать семенам сорных растений, оно позволяет создавать благоприятные условия для роста растений, оно создает конкурентную хорошую среду, преимущество для тех растений, которые мы высадили. Поэтому мульчирование является очень важным. Ну, а как побороют сорняки на приусадебном участке, где-то на дорожках, еще где-то, мы вам обязательно на нашем канале расскажем. Что ж, надеюсь, этот совет и этот опыт будет важным для вас тоже, и эта информация. И вы примете для себя решение, пользоваться этими препаратами или нет. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok